За первую половину 2014 года Хакасия заработала без малого 10 миллиардов рублей на 40% больше, чем в 2013-м, а потратила практически 12 миллиардов. Депутатам Верховного Совета представили отчёт об исполнении республиканского бюджета. Глава Минфина Семён Айошин пояснил, основные затраты на социально-культурную сферу хорошо сработали и на привлечение средств из Москвы. Сегодня республика ждёт деньги и на ликвидацию последствий наводнения. Напомним, компенсации жителям Хакасии уже поступили в размере 126 миллионов. Большая часть средств выплачена. Однако восстановление ещё требуют объекты муниципальной собственности – подмытые мосты и дамбы. Мы эти пять лет не просто сидели и ждали, мы постоянно восстанавливали все дамбы, наращивали искусственные сооружения, все наши гидротехнические держали. И это удалось нам избежать при наводнении, будем говорить, более тяжких последствий. Депутаты Верховного Совета хотят узаконить альтернативу для жителей Хакасии – забрать бесплатный участок под строительство собственного дома или же объединиться и совместно построить многоэтажку. Причём объединяться будущим собственникам квартир необходимо в так называемый потребительский кооператив и лишь потом уже, как юридическое лицо, получить один надел. Так выгодно каждому из дольщиков. Квадратный метр становится намного дешевле. Подал человек заявление на выделение земельного участка, а потом подал заявление о вступлении в такой кооператив. Стоит и там, и там. В зависимости от того, где быстрее реализовалось его право, проще говоря, если в кооперативе, допустим, сделали проект, скинулись, в меньшей сумме, опять же повторяю, дом этот построили, и ты стал владельцем конкретной квартиры посредством кооператива. В этом случае тебя органы местного самоуправления вычеркивают из очереди на получение земельного участка под строительство индивидуального дома. Впрочем, претендовать на бесплатный участок и в этом случае могут лишь те категории населения, которые уже внесены в закон. Напомним, это многодетные и малообеспеченные семьи, супружеские пары моложе 35 лет, молодые специалисты, ветераны боевых действий, а также семьи, которые имеют ребенка-инвалида. Жители Хакасии смогут отдыхать на известном на всю страну курорте. Причем ехать для этого далеко не нужно. Он находится на территории республики в ведении Фонда социального страхования России. И работают уже 15 лет. Сегодня здесь проходят лечение и психологическое восстановление. В основном люди, которые получили травмы на производстве. Здесь в Туманном успешно лечат также и заболевания щитовидной железы, органов дыхания, в том числе бронхиальной астмы. В центре разработаны и применяются специальные методики лечения печени. Ежегодно в санатории поправляют здоровье около 7 тысяч человек со всей Сибири. Правда, среди них жители Хакасии лишь единицы. По инициативе главы республики Виктора Михайловича Зимина дана конкретная команда о том, чтобы, во-первых, была разработана целевая программа, в которую как раз и будет включен этот центр для реабилитации для жителей республики. И с 2015 года такая программа должна на территории республики заработать. Главная ценность Туманного – естественные подземные источники. Во всем мире их всего четыре. В них слабоминерализированная азотно-радоновая вода. Она обогащена уникальными солями и применяется для лечения многих заболеваний. Целевая программа по плану стартует в Хакасии уже со следующего года. Для этого Верховный Совет вместе с правительством включат необходимые средства при разработке бюджета. Путевки от Фонда обязательного медицинского страхования будут выдавать по рекомендациям врачей. При условии, если у пациента нет возможности самому оплатить оздоровительный курс. Первую лекцию в этом учебном году для студентов ХГУ провел председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. Спикер парламента рассказал об истории принятия Конституции Хакасии. В мае следующего года основному документу региона исполняется 20 лет. В 95-м году, 25 мая, приняли Конституцию в третьем окончательном чтении. Она была опубликована, в том числе на русском и хакасском языках. И с 22 июня 95-го года она вступила в действие. Конституция Республики принималась в переходный период. Структуры бывшего единого союзного государства разрушены, новые еще не созданы. Четыре года сложной разработки. Проект проходит всенародное обсуждение, после чего новые серьезные поправки больше трехсот. Они позволили учесть основные политические и социальные ожидания населения. В соответствии с Конституцией Хакасии за последние 20 лет Верховный Совет принял около тысячи законов.